Согласно одной из легенд, в давние времена жители дремучих лесов, гномы, лишились пристанища, так как люди узнали об их несметных богатствах и стали перекапывать землю в поисках кладов. И укрыл этот куст маленький народец. Тогда в благодарность за помощь расселили гномы-черничники по всему свету. И действительно, этот мелкий кустарничек из семейства брусничных с длинными ползучими корневищами, прямо стоячими, либо с приподнятыми над землей ветвями, кожистыми яйцевидными листьями и одиночными, либо парными зеленовато-белыми с розовым оттенком цветками широко распространены в нашей стране. В сосновых, еловых, хвойных, лиственных лесах тянутся нередко большими километрами эти черничные поля. Когда черника зацветает, пчелы собирают с растения нектар, из которого потом вырабатывают приятный на вкус и очень ароматный мед, слегка красноватого, либо совсем светлого цвета. Сильная семья мохнатых тружениц может собрать за день до двух килограммов меда. Черника издавна пользуется доброй славой у нашего народа и по сегодняшний день. И сок и черники получают фиолетовую краску. Раньше она, ох, как использовалась в кожевенной и пищевой промышленности. А травники почитают чернику как наипервое средство при желудочных заболеваниях, особенно у детей. Для рекарственных целей обычно заготавливают плоды черники. Это черно-синие шаровидные ягоды, слегка приплюснутые на верхушке, с красновато-фиолетовой мякотью и многочисленными мелкими семенами. Чтобы дольше сохраняли они свои полезные свойства, их подвяливать можно на воздухе, в тени, рассыпать тонким слоем на ткани или на бумаге, а затем можно сушить в печи, в духовке. И при этом помните, что температура не должна превышать 60-70 градусов. И выдерживать такой режим следует очень строго, поскольку при более высокой температуре ягоды начинают подгорать, а при более низкой они киснут и плесневеют. Хорошо высушенное сырье не должно пачкать рук при пересыпании и сбиваться в плотной комке. Из 100 килограммов свежих ягод получают в среднем где-то 15-18 килограммов сухих, которые потом можно хранить в течение нескольких лет. Кстати, на канале Ксюша Кулинар, оставлю ссылку внизу в описании, можно посмотреть 4 способа заготовки ягод черники на зиму. Свойства черники обусловлены прежде всего тем, что в них большое количество дубильных веществ, ну а вкусовые качества, конечно же, это содержание сахара, лимонной, яблочной и другие органические кислоты. Также богата черника и пектиновыми веществами, которые способствуют освобождению кишечника от продуктов гнилостного разложения. При этом железо, которое содержится в ягодах, намного лучше усваивается нашим организмом по сравнению с лекарственными препаратами железа. Это все по той причине, что в ягодах есть аскорбиновая кислота и другие полезные для организма соединения. Свежие ягоды черники рекомендуется принимать при расстройстве деятельности желудка и кишечника, а также для повышения остроты зрения, при ревматизме, подагре и других воспалительных заболеваниях. Черника известна, конечно же, как лечебная ягода, но из этого вовсе не следует, что ее нельзя есть здоровым людям. Наоборот, черничный кисель, например, можно подавать и к общему столу, как вкусный десерт. Очень хорошо черничное варенье, пюре, соки, а какие пироги и ватрушки вкусные с черничным вареньем. Так как сегодня у большинства из нас имеются морозильные камеры, то, конечно же, чернику можно замораживать. Я бы даже сказала, нужно. Не забываем о том, что листья черники также очень полезны. В них очень много химических веществ, которые способны снижать уровень сахара в крови. И можно самостоятельно приготовить отвар. Взять 60 граммов листьев на литр кипятка. Принимать такой отвар нужно ежедневно по 2 столовые ложки 3 раза в день, где-то на протяжении недели-10 дней. Потом делать перерыв и опять принимать при необходимости. Будьте здоровы! Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новый выпуск. Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok